я начал запись 25 октября 24 года закончилась зима в октябре и потеплело поэтому все такое настроение не зимнее осеннее давайте поговорим значит у нас снято было две серии про персики в сибири тема наиважнейший потому что во-первых просто лет посадить она сама собой замерзнет значит надо иметь а просто морозостойкие персики б еще и специальных укрывать способа укрытия несколько как вы думаете тема достойная для изучения тогда поехали перед вами теплица старого образца и законный храм вот 16 порточек и дверь всегда открыта даже зимой персики вот эти которые вы видите они достаточно морозостойкие пару градусов тепла им не помешает но сами понимаете через крышу дождь не идет снег не идет поэтому помощью детей сам не ленился но делаем вот так подобие сибири но еще раз говорю на пару градусов теплее вот если не трогать персики если не брать черенки на прививку и не конечно то им обеспечен долгая жизнь к сожалению это матовичный сад поэтому я его умудрился уничтожить за шесть-семь лет но это про это и будем говорить это учеба оба вагадейка так посмотрели крупный план теперь я буду перескакивать системы нет поэтому вы это сделать для того чтобы не дымали и так это апель-мешни идет вы как разница и продажа на месте и посылки и вот тогда получается такая картина верхушки отрезаются вот эти и выбрасывать почему и так надо персики они они собственно имеют сердевой корень он сильно калечится при выкопке раз вот если прививки делаются на а чаще всего это так это сергей сын делается сергей железов один из лучших это никого-то в россии так скромнее я его называю лучший ученик и вот тогда он прививает на абрикосы абрикосы тоже сильный корень тоже сильно калечится при выкопке но часть продал в горшках нам получше и верхняя часть срезается и выбрасывается вот это я сами принимайте апрель месяц продать поздно они уже не очень качественные потому что это верхушки 2 и кто времени я уже заканчиваю рассылку черенков 4 3-4 жалко где-то при определенных условиях из них можно имея вот этот вот веничек можно прославить даже вот это даже верхушки я не говорю о том что по частым садам рассылает сергеев сотни а я черенки рассылаю если взять за все годы это тысячи науки они до сих пор не важны это большая правда ни одного заказа науки не было считается что у них морозостойка 26-28 градусов а про них они не знают или связываться не хотят хотя эти выдерживают до 40 так и пошли дальше и так это на выброс здесь у меня единственный персик был привит на абрикос и он единственный почему-то именно он и не пошел то есть чистые персики корни собственный абрикос и не пошел случайно не случайно по одному судить нельзя но это были еще первые урожаи теплицы подчеркивают а здесь же у меня был корни собственный персик я потом покажу его хозяина с огромным удовольствием с огромным уважением хозяина этот чек прислал мне привез минусинска 20 сеянцев персиков даже не догадывался какое огромное дело делать до всей страны вот так бывает о нем чуть позже вот уже вырос до такой степени один из них уже до урожая покажу эти урожаи вы будете шокированы вот а потом он так как мы резали резали на черенки и сергея напару я прям продавать вам он для питомника на прививок моего уничтожили а то что на этой фотографии это какая у него способность выживать представляете он возродился и сейчас этих фотографий тут нет это уже папочка это слегка устарела поэтому вы не увидите как он возродился снова до предних размеров вот здесь так значит вот этот персик к сожалению фактически мертвый но так как он под снегом хоть немного у нас малоснежье хоть немного под снегом чего то есть он тоже возродился вот эти вот фотографии да это как бы кульминация успеха после чего посмотрите какие веточки все наедино вот эти просто последнего года были уничтожены и этот сад до двух лет захерел и погиб теплицы говорю все как есть но этот на воле растет ему пофигу обратите внимание где в сибири незнакомо понятие потерялся вот и никаких следов болезни одна из причин этого того что жесткий климат подразумевает частичное уничтожение насекомых которые жрут вместе генерал мороз с ними хорошо расправляется я например вообще ничего нет где-то советует 40 раз за лет опрышкой где-то советует 6-8 лет от 3 до 6-8 раз в сутки обработать но это хитрецы им надо чтобы у них крупные сайты у них надо чтобы вы не купили отраву вот они пишут а потом отдельной фирмы сниму про это это ужас какой-то вот а люди то верят приходится покупать огромное количество ядохимикатов и уничтожать почву а значит интересно да опрыскивать деревья их спасают ядом а кто вам не сказал что вы деревья то отравили себя отравить плоды травим это ладно это принято одна из причин болезни многочисленных нашего всего населения это то что рынок завален импортными фруктами они все отравлены об этом молчат потому что это зачем ссориться с соседями с южными это уже политика мы о политике не будем вот эта кульминация когда уже персики достигли крыши и были жестоко обрезаны это мои воспоминания вот этот персик был привит на волочную вишню начало дошел до трех до плодоношения а интересно знаете что потом оказалось буквально через 3-4 года когда персик сравнялся по мощности с волочной вишней вот так же кустом рос значит волочная вишня стала слаще это тоже одно из достижений считаю именно то что именно прививок скелетных то есть получается волочная вишня собственная а это скелетная прививка в нее привит был персик вот это тепловая подушка здесь у меня тоже получилось несколько удачных прививок я их не укрывал вот это новое направление не укрывать это снова теплица первый урожай это теплица это еще одна тепловая подушка мне я вот эти персики я довел до плодоношения в 16 году приезжала телевизионная группа в общем там по памяти все отказала короче снимали прекрасные персиковые деревья все покрыты плодами ну кое-что вы сегодня увидите вот еще раз видите вот это пень это возродилось мы начали сначала а сейчас дойдем до плодоношения вот один из приемов утепления частичного я это называю валенки для валенки для нежного персика потом схлоплено а стараются вот это в начале зимы схлопнуть эти вот эти крылья вот для того чтобы часть персика была находилась в комфорте а вверх да бог себе замерзнет замерзнет он возрождается махом вот для чего это сделал учебная фотография вот это если приглядеться вертикальный побег персика а вот здесь вот под бревнышком прижал горизонтально результаты покажу позже буквально год спустя вот еще вариант это не обязательно вы знаете снег я не люблю потому что все нормально под ним персики хорошо но иной год когда много снега они могут соприть под снегом поэтому я предпочитаю показать вам вот такой вариант вот я Александр Савинич изучает мой сад как ученый кандидат наук ну еще пример это тоже верхушки отрезаются выбрасываются к моему огромному сожалению вот продавать такие не продаю а при желании кто-то мог бы все-таки их привить эти как бы для продажи не годятся а для прививок если в индивидуальном порядке кому-то бы здорово пригодились но все это идет костер вот нет очереди из покупателей нету чтобы все шло в дело зима христианин торжествуя на дровнях обновляет путь это просто мы с ней демонстрируем как можно укрыть не все не весь не все дерево а частично если верхушка отмерзет не беда взял убрал эти самые чулки выпрямил и персик живой восстанавливается махом вот это на следующий день вы видите опять укрытие но если вы поглядитесь вы увидите страшную картину вот они искалечены приглядитесь внимательно вот слева видите как они искалечены видите справа как искалечены вот и это их хотя и в теплице все-таки они были уничтожены это горькая правда значит хотите иметь персики будете иметь косточек у меня полно для вас это все это все не эти не 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 привиты это все корни собственные персики и вас было бы все и все если вы не будете делать маточную садку маточного сада очень короткая жизнь это страшная правда это мученики я этого не скрываю потому что я надеюсь что за мной еще десятки а потом сотни людей станут профессиональными садоводами и персики покроют всю страну в данный момент случилось следующее я просто вам покажу а дальше пойдем своим путем какое-либо вещлением любимое выражение мы пойдем другим путем документы здесь я беру и набираю чушь чушь и вот они вот эти две папки папки огромные вот и в этих папках у меня сотни фотографий со всего сада ой можно сказать со всего российского сада здесь у меня персиков в море вот в том числе и персиков вот вот чему я это показываю ученики мои уже столько вырастили персиковых садов вот вот вы сами понимаете я уже давно заработал не только персиковых вот но к сожалению это мои рекордсмены все проехали проехали так уходим отсюда теперь так теперь так вот не уходим а возвращаемся а и так значит это мученики и мы продолжаем разговор надо проверить идет ли запись вроде бы идет хорошо тогда продолжим вот ну посмотрели обледнулись вот прикоп персиков видите самое главное кто видел фильм буквально снятый вчера мною позавчера это то что персики перекоп должен быть выше уровня почвы иначе не вверх здесь холод но в отдельном фильме все подробно рассказано значит термос чум готовится вот так это сад чердобаева который мои персики укутывал укрывал результат сейчас увидите итак это его основа вот это его укрытие я его назвал а почему у него успех понятно от мышей он спасал вот тем что внизу значит у него хве значит у него получается так ну конечно это надо попозже когда уже морозы а там получается он медленно-медленно остывает а потом когда потепление он медленно-медленно нагревается повторяю и получается термос то есть не доходит до крайности и не успевает проснуться когда потепление и не успевает сильно замерзнуть когда мы на улице минус 40 а результат пожалуйста кстати это его чердобаева второй вариант он начал делать уже проще начал уставать от этой работы но пока он не устал сейчас его покажу вот ну это моя линейка знаменитая считаю она разоблачила добрую сотню плодопитомников присвоивших я раньше говорил укравших но раз свободны дописки они не воруют нет она что в этот допуск лежит в себе в интернете фотографии ну назовем мягко присвоенные но обманывают потому что люди же думают что у них правда будет это это будет у них расти покупая самицы южных сортов из юга вот эта знаменитая фотография моя это персихосанский но его обозвали сибиряк слово сибиряк привлекает внимание давайте мы на него посмотрим сейчас я давненько не догадывал например я здесь набираю вот это фото это фото фото персика сибиряк вроде нет проверим персик о сибиряк видите вот он высветился давайте смотреть все картинки значит смотрим сюда естественно на сам персик сибиряк купить в Москве в Москве нет ни одного персика сибиряка потому что его нет природе понимаете его нет природе давайте посмотрим сколько плодопитомников его присвоило плеть это учеба рабовая гадейка это учеба и игра смотрите друзья я не зря это делал я хочу чтобы хотя бы вы пусть вас немного просмотра будет ну 300 500 дай бог тысячу из миллиона а люди же поверят сибиряк слово сибиряк значит что выращено в Сибири хотя бы выведено как сорт в Сибири а продают в Москве а человек должен делать так мышку подвел вот так вот ну ладно в Москве вот название есть где можно его раздобыть нажимаем правую мышку листаем найти изображение в Яндексе заметьте его нет в природе давайте посмотрим сколько плодопитомников его смотреть все вот на начале идет 4 раза да крымская осень якобы он осень мы про Крым еще поговорим это горько правда будет вот вот он крымский датчик его продает ну вы понимаете что в Крыму должны быть свои персики и крупнее 2-3-5 раз почему они вот этот персик это плоды 50 грамм с моего сада присвоили Крым 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 смотреть все здрасте листаем представляете что творится вот железы воспоминания о будущем диалог с Мичуриным вот там эта фотография взята да в данном случае давайте так сделано в СССР ну пожалуйста верим верим латвийский ну пожалуйста в Латвии уже вот как границу то пересел кто разрешил где там куда там можно смотрел ну правда фотографии это можно это вот уже в Латвии а латвийцы тоже это самое среди вас мошенников хватает и ведь главное надо было какая-то выдающаяся у меня такие есть фотографии там слюной подавитесь самая скромная фотография он уже киевски ранним стал пожалуйста вот он в среднем полосе лучшая сорта а вот он тут пожалуйста ну вот говорили это все верно тут правда все хорошо вот Москва пожалуйста хвастаем все урожаем вот идеи для дома то есть кто-то его уже там присвоил вот вот он Крым 800 рублей для Москвы под Москвой вот что красивая картинка почему нет купить в Москве что там москвичи тоже мне не стыдно опять в Москве 610 рублей а тут 800 московский сад вот этот питомниц московский сад где ваша совесть то что вы продаете под видом персика сибиряка все хватит тут много чего посмотрите сколько всего видели возвращаемся сюда где мы были и так фотография железного потом ниже будет доказательство фотографии железного я особую акцию провел если интересно смотрите дальше линейка моя моя значит персики железного вот расцвет был вот такой но потом у меня это 2005 год а 2006 году нет не так это 2006 год 2005 году мне сожгли сад полторы тысячи яблонь плодносящих то есть промышленный сад много эти бруши сожгли все сгорели сожгли специальный поджог вот акция так сказать показательное уничтожение и тогда значит вот с этих деревьев вот с этих вот я взял и нарезал семку вот и сад начал умирать запомните вот эту фотографию она вам пригодится вот нам пригодится линейка моя вот это чудо что зачем я когда-то взял и раскрасил линейку раскрасил не для того чтобы доказывать что это мое а чтобы показать масштаб мелкие скромные ой вы знаете я и заработал несколько нелестных отзывов подумаешь мелкие вот еще наверное хорошо говорят они их не пробовали говорят наверное еще и кислые ой знали бы какой у них аромат все проехали вот и железо укрывается вот так пожалуйста укрыть его вот такое дерево выше крыши ладно это мне во мне обидно говорит вот это было с торца дерево видите это с торца сарая а это с другой стороны сарая это разное дерево это прививка на абрикос манджурский это прививка на сливу на сливу китайскую вот а вот этот человек который я боготворю он житель Минусинского он когда мне позвонил говорит ну у меня першики я укрываю ну 100-200 килограмм першиков получаю и в какой-то момент он взял почти не предупредил взял и приехал ко мне вот взял и приехал а в руках 20 першиков саренцев однолетних я их посадил как я считал на верную смерть у меня в этот момент все привитые были ё-моё ё-моё вот а они выжили и результаты вы видите буквально через несколько минут выжили не все они выжили а это не першики это абрикосы это когда он взял вот я взял два ведра этих самых тяжелее для такого человека эти бедра как они называются эмалированные да набрал ему абрикосы на тот момент уже крупных было мало ну какие были такие были зато это же у него знаете в ведрах почти все амуры амуры долго лежат и долго не портятся у них довольно плотная мякоть вот и вот такие я для него выбирал как я ему был благодарен ну и тут отвез посадил на автобус и уехал он в Сибирь в Миносинске вот и потом у него сад погиб укрывал укрывал но погиб и теперь получается я оказался монополистом представляете ну давайте смотреть что у меня есть а что у нас ребята в рюкзаках а вот это особый разговор так надо посмотреть сколько минут идет тогда будет еще одна серия так сколько же она идет по времени а где тут можно увидеть где тут можно увидеть сколько она идет ну в общем то приличный получается разговор от длинных разговоров у нас люди устают давайте сейчас еще пару минут закончим или посмотрим сколько до конца осталось и так вы видите мою даницу Дашу любит позировать умничка вот этот персик был как сделан просто положил его на бок поленом придавил снегом его засыпало и уже через полгода когда это когда растаяло это вот получился вот такой первый я его использую как не как рекламно а как учебное положили нам снегом прикрыли вот вам и результат это учебный снимок вот так по моему надо нам с вами сейчас еще будет это кстати тот самый Крым с Крыма приходят персики а фотографию почему выбрали мою а сладень глаза как это случилось это из Крыма я это называю мертворожденное почему наверное в следующей серии объясню сейчас вы знаете как делаем сейчас мы вернем все где мы были мы начали отсюда это вот они вот отсюда вот это то что на выброс видите я вам все рассказывал рассказывал вот этот персик который ворует вот это тревог мой вот вот это это был такой фильм перестройство времена название не помню там очень милая девушка идет по улице мимо нее старушка проезжает на велосипеде вдруг удар крик люк был открыт эти воровали эти крышки люка вот и она упала девушка подбежала к ней подняла ее вот и вместе с велосипедом довела ее до дома значит та открывает дверь поворачивается старушка и говорит и эта фраза на все ли запомнилась смотрю я не совсем ты еще сволочь ну и дальше она сделала ее красавицей потому что была была то ли колдунья то ли волшебница вот эта фраза не совсем ты еще сволочь запала мне в душу вот так что так как я все таки получается хоть это вырастил да не совсем я еще сволочь что все таки я не ворую чужие фотографии ну и так как у меня еще есть трехлитровая банка с косточками не ругайте меня помните этот вот вы нам фильмы показываете учебные спасибо но рекламу не надо опросите это десяток детей которые не знают слова папа им реклама не надо им хлеб масло вот одежда нужна другайте меня за рекламу поэтому еще раз говорю у меня трехлитровая банка с косточками пес вот сто рублей косточка намекаю что хотите такой сотовник это будет из косточек из косточек вот вот я не совсем еще солнце чтоб вам голову морочить благодарю за внимание что я мне я не знаю что это не знаю это Продолжение следует...